У меня есть скринкаст о том, как добавлять субтитры на YouTube на языке ролика, но нет скринкаста о том, как добавить перевод, например, на английский. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Оказалось, что тут есть сложности в связи с тем, что это не делается автоматически. Но все-таки процесс можно предельно упростить и я сейчас покажу как. Напомню, что с субтитрами вы работаете, например, отсюда. О работе с субтитрами на языке ролика смотрите предыдущий скринкаст, ссылка в описании. А с переводом тут все просто. Есть даже кнопка. Выбираем английский в 98 процентах случаев и добавить. Загрузить, предполагая, что у вас английский текст есть. И вот она проблема. На английском только с временными кодами. Беда, огорчение. Временные коды проставить, это я вам скажу работа. Но при этом перевод-то на английский есть. Вот он. Мы же его даже видим. Попробуем нажать на перевести и вуаля. Субтитры есть. Что он сделал? Он засунул ваши русские субтитры в гугл-переводчик и расставил в соответствии с временными кодами русского текста. А значит совет номер раз. Если хотите качественные английские субтитры, сделайте сначала качественные русские, благо они добавляются без временных кодов. Дальше можно здесь же подправить огрехи, но на мой взгляд удобнее работать с текстом. А значит мы эти субтитры публикуем. И вот здесь нажимаем на скачать. Например, в srt. Файл он открыть естественно не может, но нам это и не нужно. А нужно нам редактирование файла с помощью любого текстового редактора. И вот они. Наши субтитры с временными кодами. Или кодами. Наверное, удобнее работать в ворде в данном случае. Ну собственно структура тут, я думаю, понятна. Временные коды в микросекундах. То есть первая фраза с 0 до 4,92 секунды и так далее. Да и цифры в данном случае трогать практически не нужно. А вот текст уже можно править. По меньшей мере все вот эти вот обрывки фраз можно поперекидывать с одного слайда на другой. То, что поедут временные коды, пока не беда. Дальше мы их вручную подправим. Но все-таки следите, чтобы слайды не очень сильно отъезжали от исходных. Ну то есть выберите, например, схему, что каждый десятый слайд должен стоять на том же месте, что и исходный. Потом меньше мучений будет в редакторе. Ну и давайте, чтобы показать, что все тут работает, поменяем еще и текст. Вообще Google Переводчик переводит, конечно, хорошо. При моем знании английского я даже не знаю, что тут поменять. Ну скажем, заменим Greenhouse на теплицу. Просто, чтобы показать, что это работает. Ну и здесь добавим People. Все. Сохраняем в txt. Возвращаемся на YouTube. Изменить. И теперь уже смело загружаем файл, поскольку теперь временные коды у нас есть. Да. А вот теплица, а вот People. Но понятно, что слайды у нас поехали. Временные коды мы не меняли. И вот теперь, к сожалению, ручная работа. У каждого слайда есть конец и начало. Соответственно, вы можете его удлинять, укорачивать и двигать целиком. Теперь таким образом нужно пробежать весь ролик и сопоставить текст субтитров и фактический голос. Опять же это скорее для тех, кто любит красивые субтитры, не обрывающиеся на середине фразы. Если вас это не сильно беспокоит, можно вообще ничего не двигать и не переносить. А просто исправить в интерфейсе YouTube фактические ошибки и неточности перевода. Тогда вообще не придется ничего скачивать, а можно работать прямо здесь. Еще история со скачиванием может пригодиться, если у вас переводчик-человек, а от него нельзя требовать погружения в техническую часть. Тогда вы ему присылаете текстовые документы, инструкцию относительно временных кодов, чтобы он их не сильно двигал. Ну или этот мой скринкаст можете прислать, чтобы он понимал, о чем речь. Собственно, скринкаст я сделал в связи с тем, что у нас возникла потребность добавить перевод на английский. А это значит расшифровать текст, это расходы номер раз, далее расходы на переводчика и еще заливка текста в виде субтитров, также дополнительное время или расходы. При той схеме, что я показал, все это может сделать один человек с уровнем знания языка чуть выше среднего. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok